ОЧАРОВАНИЕ ЖИВОГО ЗВУЧАНИЯ А живое выступление, оно очень дорого. Дети истосковались. Вы даже представить не можете. Они просто бредят. Хоть куда поехать, но лишь бы только выступить и показать вот то, чему они научились. Перед выступлением не наиграешься. Но ожидания своего выхода музыканты скрашивали репетициями. Это коллектив из Уссуриска. Барабаны ансамбль из ДК «Дружба», «Тэчерс Грув Китс» разминаются на тренировочных снарядах, пэдах. Ведь это самый громкий коллектив конкурса. Мне нравится, что у них возраст еще такой вот с 10 до 15 лет. У них нету страха. Пацаны выходят и получают удовольствие на сцене. Я вот в этом плане, даже я больше переживаю за них, хотя не выступаю. Они прям молодцы. От них энергия идет. И они его сами кайфуют. И меня этим заряжают. Среди Уссурийцев второго дня особенно заметным был Егор Шишкин. Выступал в номинации «Электрогитара». Одно из произведений играл в стиле «Джаз-фьюжн». Второе – «Вивальди. Грозу» из цикла «Времена года». У меня это как испытание, потому что полгода я, скажем так, облажался на прошлом выступлении. А в этот раз прям как-то себе вызов кинул. И я тут больше, ну, как бы не за победой, а больше как бы преодолением своего страха сцены. Вот. Я прям боюсь, но постараюсь. Одних только пианистов на конкурсе было больше 60. Выступали и солисты, и ансамбли. Услышать в эти дни можно было разные инструменты. Ожидаемые и диковинные для слуха обывателя. Например, вибрафон, который, кстати, считается ударным. Состав довольно пестрый. Есть участники, которые довольно слабого уровня, но в то же время есть и хорошие, талантливые дети. Открываются какие-то звездочки, таланты, которые обещают вырасти. Таких музыкантов, которым можно будет гордиться. И на этом конкурсе тоже такие есть. Феликс Кальман – председатель жюри. Профессор, заслуженный артист Российской Федерации, впервые в Уссуриске оценивает конкурс. В целом остался доволен, но высказал пожелание включить номинацию «Народный инструмент». Инструментальное исполнительство народное – это важное направление в искусстве вообще. И ранее на конкурсах они были широко представлены. С силу разных обстоятельств коллективов стало меньше. Но, тем не менее, интерес к народной музыке растет. Естественно, эта номинация будет. Гран-при фестиваля уехала в Дальнегорск с фортепианным ансамблем. Уссурийцы получили звание лауреатов и дипломантов. Отлично выступила детская школа искусств и наши барабанщики.